Девушки отдыхают Кристофер Уокен Многие пытались, но никому это не удавалось Кристофер Нот Валерия Голлино Пока однажды не пришел Александр Великий Хейно Ферч Потомок самого Аполлона Тобиас Моретти и другие Композитор Карло Силиотто Вперед Оператор Фабио Сианчетти Аполлон дал Александру сил развязать узел Продюсеры Джузеппе Петерсоли и Джонес Бауэр Авторы сценария Питер Прюс и Грейг Уорнер Режиссер Улли Идол Сула вернулся в Рим, дабы установить порядок Невинным нет нужды бояться, но те, кто замышлял против него зло, будут жестоко наказаны И чьи имена здесь перечислены, объявлены вне закона Отныне они лишаются всех гражданских прав Любой из них может быть убит на месте Тот, кто это сделает, объявляется другом государства И получит в качестве награды Имущество Оставшееся после преступника Это грубейшее нарушение римского права Рим, восемьдесят второй год до Рождества Христова Отец, что происходит? Корнелия? Мама! Мама! Где моя жена? У своего отца В городе армии Юлия, побудь с ней Армия Суллы входит в город Он составил списки В них сотни людей А ты? Я нет А её отец, да Юлия, из дома не на шаг Не ходи Отец, куда ты? За твоей мамой Вон тот, кто вам нужен Вон там Пощадите Юлия, из-за твоей мамы Девушки отдыхают Пожалуйста, отец, скорее Скорее Беги Беги, Корнелия Он помог сбежать сыне Назови свое имя Цезарь Из рода Юлиев Арестовать Нет Нет, пожалуйста, нет Нет Нет, не надо Пожалуйста В интересах любого правителя Сохранять спокойствие среди народа А народ будет спокоен лишь тогда, когда его представляет Сенат С каких это пор Сенат представляет народ Катон, закрой рот Тебя нечего бояться Тебя в моем списке нет Будь я в твоем списке, господин И будь это на благо Рима Я бы с радостью умер Да, да Я верю тебе Итак Ответьте кто-нибудь С каких пор Сенат представляет народ Я хочу, чтобы мне ответил человек Самого низкого воспитания Может, ты? Или ты? Тогда я отвечу сам Вы все из знати Ваши стопы не знали пыли А чресло седла Как вы можете Представлять народ Когда большинство из вас никогда его не видели Мы представляем народ, сохраняя его уклад Если народ хочет видеть тебя царем Царем? Что даст мне имя царя такого, чего у меня еще нет? И если народ будет знать, что Сенат собирается, чтобы давать тебе советы Так и будет Я всем сердцем этого желаю Разумеется Я не смог бы Возглавлять республику Если бы не привлек в союзники Как бы это сказать? Низшие слои Прошу вас Прошу Вы будете помогать мне советами И вы будете решать Что лучше для народа Мои люди будут присутствовать Чтобы я мог быть уверен Что ваши выводы Верны Но, господин Не противоречит ли это закону? Закон я только что изменил Я понимаю Но что-то из старых традиций можно сохранить? Меттелл не просит тебя даровать прощение тем, кого ты решил уничтожить Он лишь хочет сказать, что если бы ты объявил, кого намерен пощадить Народ бы успокоился Катон Ты же знаешь, как переменчивые симпатии в столь смутные времена Тогда, может быть, ты скажешь, кого намерен уничтожить? Пожалуй Начнем с тебя Я лишь озвучил то, о чем думали все Но я не могу убить всех Поэтому убью тебя Может быть, я И передумаю А может быть, и нет Я сообщу После трапезы Если обед мне понравится Тебе повезло Ты являет Сезар? Тебе повезло Ты являет Сезар? Тебе повезло Ваше Ты являешься, Сезарь? Да. Сюда. Сюда. Я хочу видеть Соло. Нет. Я хочу. Я хочу видеть Сулу. Я был сенатором 30 лет. Отведите меня к Суле. Приказ окончательный. Материн. Кто это? Юлия Цезарь. Племянник Мария. У тебя несчастливые корни. Да, если считать несчастьем родство с богами. С какими именно? Мои предки происходят от Энея, который... Был рожден Винярой. Да, припоминаю. Марий говорил, в наши дни многие заявляют о своем родстве с богами. Подтверждение у меня есть шлем. За пару динариев такой можно заказать на рынке. Зачем ты хотел меня видеть? У меня была твоя мать. Она просила пощадить меня. Ты согласился? Я обещал ей подумать. Я должен быть тебе благодарен? Не ты. Она. Она мой давний друг. Ты убил многих друзей. Да, это так. Но когда приходит ночь, старые друзья становятся новыми врагами. Чего же ты хочешь взамен? А почему ты думаешь, что мне нужно что-то взамен? Такие, как ты, ничего не делают просто так. Сострадание мне не чуждо. И я пытаюсь тебе помочь. Но ты должен осознать тяжесть своего преступления. Сын был одним из моих врагов, а ты помогал им убежать. Ему это удалось? Нет. От моей стражи он ушел, но был убит одним из собственных слуг. А моя жена? Цела. Женщинам я позволяю умереть своей смертью. А поскольку ты всего лишь зять сын, я тоже позволю тебе умереть своей смертью. Если? Если ты оставишь свою жену. Ну? Нет. Я отказываюсь. Ты отказываешься оставить жену, даже если это грозит тебе смертью? Моя жена, мой учитель. Она храбрее меня. Она честнее меня. Она выше, чем я, ты. И вся твоя власть. Я не оставлю ее. Таков мой ответ. Помпей. Что мы делаем с такими, как он? Я не знаю, задушить его или обнять. Думаю, его нужно отпустить. Как? Его дядя Марий был моим заклятым врагом. А он стоит десятерых таких, как Марий. Взгляни в его глаза. Ты бы его отпустил? Бояться нужно тех, кто улыбается и льстит. Он же говорит откровенно. Ты ведь говоришь искренне? Всегда. Скажи, ты убил бы... ...меня? ...если бы смог? На месте. Ха-ха. Иди. Я сказал, ты можешь идти. Что за сердце у этого мальчика? Принеси мне его рано утром. Каташа мальчик. Он знает и про интересный способ. Как orbit из этойesters. Катя-шИфот? Принеси мне его садиться, что такое миллионенный б effectively некой шотворение. Какой шитер? Катя-шота Продолжение следует... Продолжение следует... Но такие, как ты, не должны умирать молодыми. Что ты знаешь обо мне? Только то, что ты отказал Сулли. Когда-нибудь я расскажу тебе больше. Ты должен покинуть Рим. Твоей семье ничто не грозит. Возьми. Поезжай в Вифинию, на восток. Покажи Некомеду кольцо. У него на службе ты будешь в безопасности. Почему я должен тебе верить? Не верь. Я не отдам собственную судьбу в руки этого человека. Позволишь ему себя убить? Пусть попробует, если хочет. Я не оставлю Рим. Почему ты так упрям? Ампей сам предложил тебе помощь. Почему ты отказываешься? Он служит Сулли. Возможно, это ловушка. Ты никому не веришь? Я верю. Только тебе. Тогда послушай меня. Ты не всемогущ. Ты всего лишь человек. На свете есть вещи, которые тебе не подвластны. Когда тебя схватили, я думала, что ты мертв. Я тебя уже оплакивала. Умоляю, избавь меня от этого, Цезарь. Как я смогу жить, зная, что у меня был шанс тебя спасти, и я его упустила? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продаешь? А сколько за нее дашь? Десять динариев. Неплохие деньги за свинью. Ее нужно разделать. Юлия Цезарь. Скормим собакам. Это побережье Крита. Его правитель писал законы и вешал их так высоко, что никто не мог прочесть. Если же народ их нарушал, пощады им не было. Теперь берега Крита – пристанище пиратов. Надо встать на якорь на ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда отправился отец? Через море. А сколько нужно плыть, чтобы пересечь море? Зависит от ветра. Иногда несколько дней. А если ветра нет, то и вовсе не двигаешься. Не нравится веревка? Можно и гвоздями. Как ведь поступают в Риме? Какой выкуп можно получить за римлянина? Два таланта. Но я сам бы заплатил три, чтобы увидеть, как римлянин утонет. За меня ты получишь пятьдесят. А кто их привезет? Они. Если твои люди не вернутся к рассвету, то ты умрешь. Ты умрешь. Я готов. ПРОДОСТНЫЕ ПРОДОСТНЫЕ Можно? ПЕСНЯ Будеми вышла. За один день я сражусь с любым из вас. Еще день. Никто за этим римлянином не вернется, бросьте его в море! Шип! Карабель! Пятьдесят талантов. Пятьдесят талантов. Я у тебя и монеты не украл. Значит, это у золотых дел мастера меня вновь обокрали? Их вина доказана. Мне ли не знать, как это делается? Ты делишь ними хорошо. Ты хорошо мне платишь. Я не стал бы так рисковать ради золота. Это решение магистрата. Ювелиры сознались. Флавий ни при чем. Ты хочешь сказать, что человек, распоряжающийся казной, не прикарманил и монетки? Это доказано. Нужна твоя печать. Задушите его. Стойте. Его невиновность доказана. Я не согласен с вердиктом. Сула. Он хороший человек. Я сам привел его сюда. Позволь мне поручиться за него и его защитить. Можешь ручаться сколько угодно, но защитить ты его не можешь. Наказание за воровство? Утушение. Задушить. Это будет ошибкой. Моей ошибкой? Ты стал дерзок, Помпей. Ты мечтаешь возвыситься надо мной. Ждешь случая. Поклоняйся восходящему солнцу, а не закатному. Такова ведь поговорка. Но мой час заката еще не настал. Я жду, что ты подчинишься моему приказу. И не важно, одобряешь ты его или нет. Нет. Ты. Ты. Там задушишь его. Нет. Он, кажется, сказал «нет». Он, кажется, сказал «нет». И ты. Ты задушишь его голыми руками. Ты задушишь его, или тебя самого казнят. Души его. Сейчас же. Либо моим словам будут подчиняться, либо я клянусь небесами. Ты. 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 У этого египтянина благородная осанка. Он достоин служить человеку твоего воспитания. Да, господи. Эта девочка новенькая. Она с севера. У тамошних женщин свои способы ублажать господ. И она достаточно молода, чтобы ты мог обучить ее тому, что любишь сам. Нет, нет, нет. Этот едва ли может сам поднять черпак вина, и он будет спорить с каждым твоим словом. Увы, он чересчур подкован в искусстве словоблудия. В каких же областях ты силен? В искусстве Эвклида и Аристотеля. В искусстве стихосложения. Могу по памяти декламировать почти всего Гомера и всего Пиндара. Изучал искусство управления, логику, метафизику, гносеологию, риторику и софистику. Софистику. Значит, ты умеешь в совершенстве лгать. В двусмысленности заключена большая сила, господин. И не все используют ее во зло. У тебя есть опыт в обучении детей? Да. Учат детей куда приятнее, чем взрослых. Почему же? У них больше мудрости. Учат детей приятнее. Учат детей верно. Мы взрослых. Учат детей. Идя, уют. Учат детей. КОНЕЦ КОНЕЦ Отец Кто твои друзья? Порция, Марк. Ты не помнишь их? Помню. Дети Котона. Вы так выросли. А это наш двоюродный брат. Брут. Что ты читаешь? Этику. Аристотеля? Мне дал ее дяде Котон. Как он? Варлив, как всегда, ничуть не изменился. Мама. Отец, ты привез мне что-нибудь с Востока? Привез ли я что-нибудь? Да. Смотри. Аполлоний. Это моя дочь Юлия. Аполлоний будет твоим учителем. Где моя жена? Цезарь. Не вставай. Я не больна. Позволь мне одеться. Все хорошо. Я просто резко встала. Тебе ни к чему одеваться. Я лягу с тобой. Надо поесть. Я только… Корнелия. Проклятие. Я почти перестала тебя ждать. Я почти научилась не тосковать, а теперь… Идем. Это не должно было случиться. Я вернулся. Я люблю тебя. Я так давно тебя не видел. Есть те, кто шел рядом с Сулой, и те, кто шел против него. Но не все те, кто шел с ним, соглашались с его законами. Посему я предлагаю восстановить права трибунов, дабы народ имел своих представителей. Предлагаю провести реформу судов и безусловное восстановление Сената как официального органа правления. Сената как официального органа правления. Он поддается. Я начинаю чувствовать себя старым. Рад, что ты добрался домой невредимым. Я слышал, ты встретил множество препятствий. Твой друг оказал мне неоценимую услугу. Возьми. Я еще не поблагодарил тебя за свое спасение. Ты тогда не подчинился Солли. Он велел тебя оставить жену, и ты отказался, хотя это грозило верной гибелью. Я был потрясен. Это мне напомнило кое о чем. Однажды Сулла велел и мне оставить жену. В отличие от тебя, я ему подчинился. Я бросил единственную женщину, которую любил. Жизнь полна уроков. Мы кое-чему научили друг друга. Расскажи мне, как добиться того, чего добился ты? Неужели я зря молился о твоем спасении? Я хочу быть полезен Риму. Но мне нужен голос. Если тебе нужен голос в Риме, завоюй сердца народа. Говори искренне. А дав клятву, не нарушай ее. Я клянусь, если тебе потребуется помощь, дай знак, и я буду рядом с тобой. Мужчина. Андрос. Женщина. Гун. Раб. Не подсматривай. Зачем учить греческий? Потому что культура Греции величайшая в мире. Лучше, чем римская. Значительно. Значит, быть греческим рабом лучше, чем свободным римлянином. Я доволен своей судьбой. Выводы делай сама. Но ты бы хотел быть свободным? Все хотят быть свободными. Ты бы мог делать, что хочешь. Я и так делаю, что хочу, даже будучи рабом. А некоторые свободные люди совсем не так свободны, как они думают. Их понуждает собственная скудаумия. Будь ты моим рабом, я бы подарила тебе свободу. Юлия. Отец. Не отпускай его, а то тебя некому будет воспитывать. Он и свободно мог бы меня воспитывать. Да, но его услуги были бы мне не по карману. О, боги мои, скорее. Корнелия. 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 Очнись. Не покидай меня. Прошу тебя, Корнелия. Прошу. О, боги. Моё имя Юлия Цезарь. Я здесь, чтобы воздать почести своей жене Корнелии, прилюдной в последний раз. Она была хорошей женщиной. Она не думала о своём благе, лишь о благе других. Рим был ей первой и самой большой любовью. Мы оба жили этой любовью. Мы мечтали о Риме без диктаторов. О Риме, где сын никогда не поднимет руку на отца. Братья не скрестят оружие. Все римляне будут жить в мире друг с другом. Я прошу вас присоединиться ко мне и воздать почести не только о памяти моей доброй жены, но и памяти всех, кто сражался за счастье Рима. Народ Рима, я Юлий Цезарь, даю вам слово над телом возлюбленной жены. Я не преклоню головы до тех пор, пока Рим, в котором мы живём, не станет Римом, о котором она мечтала. Присоединяйтесь ко мне. Я не только племянник Мария, кто сражался против козней Сулы, пока тот не отнял его жизнь. Я ещё и потомок Юлиев, ведущих свой род от самой богини Венеры. Я протягиваю вам руку, и в ней сила высшая среди смертных. Она дарована богами. Это сила больше власти царей. Будем работать вместе, друзья, во имя безграничной империи, единой и свободной. За ним надо следить. Или его использовать. Доброе утро, Цезарь. Аве, Цезарь. Аве. Здравствуй, Цезарь. Здравствуй, Цезарь. Юлия, у меня для тебя подарок. Вот. Вот. Может, ты улыбнёшься? Так-то лучше. Впервые за много недель вижу, как ты улыбаешься. Пять цистерцев за буханку хлеба? Да забирай его. Можешь скормить его свиньям. Я тебя скормлю свиньям. Прекратите, он же не виноват. Что случилось? Цена на хлеб утроилась. В Риме не зёрнышко. Почему? Корабль с зерном из Египта перехватили пираты. Пол Рима осталось без хлеба. В городе зреет паника. Хлеб по карману лишь самым знатным. Пора сразиться с пиратами, или Рим ослабнет навсегда. Предлагаю Помпею возглавить легионы и разделаться с пиратами раз и навсегда. Вопрос не в том, надо ли сражаться с пиратами. Вопрос в том, как это делать. Предлагаю снарядить 10 малых армий и сразиться с пиратами на нескольких частях побережья, чтобы пираты разбили нас по частям. Пираты и кучка необразованных разбойников. Вряд ли они способны противостоять даже самой небольшой римской армии. Давайте говорить о том, какова ситуация в реальности, а не о том, какое бы мы хотели её видеть. Я сам свидетель того, какой опасность представляет это отрепье. Я сам был жертвой их нападения. Так расскажи нам о своих похождениях, Гай и Юлий. В таверне, когда работа Сената здесь будет доведена до конца? Работа Сената редко бывает доведена до конца. В наших водах не тысячи пиратов, а сотни тысяч. И среди них не только оборванцы на старых посудинах. Там есть свои адмиралы, цари морей с тысячными флотилиями и командами, более подкованными в искусство морской битвы, чем наши. Баснями соловья не накормишь. Да, слова без дела так же бесполезны, как Сенат. Как смеет этот нагляд оскорблять о густейшее собрании? Полное? Именно, что полное, Библ. Такое же, как и ты, обрюзвши от никчёмной болтовни и бездеятельности. Тише, хватит! У нас есть человек, который может решить и вопрос с пиратами, и любую другую проблему. Но доверим ли мы ему это дело? Нет. Я поддерживаю Цезаря, у нас нет хлеба. Неужели мы, Великая Империя, подчинимся каким-то бандитам? Чтобы достичь цели, Помпею понадобится армия в два раза больше, той, с которой Сулла взял Рим. Неужели прошлое ничему нас не научило? Ясно. Рим умрёт от голода, потому что Катон не может найти ни одного человека, кому бы он доверится. Не каждый полководец совершает переворот. Не каждый человек подобен Сулле. Жизнь некоторых подчинена обстоятельствам. Но люди с твёрдым характером сами подчиняют обстоятельства своей воли. Перед ними склоняется даже природа, и их желания осуществляются. Они бросают вызов стихиям, они готовы пожертвовать собой, лишь бы воплотить в жизнь то, к чему стремятся. Поверьте мне, таков Помпей. Опыт учит, что самое страшное для нации – это внутренний раздор. Племена враждают между собой вместо того, чтобы объединиться в один мощный кулак. Пока мы будем бороться друг с другом, ища личные выгоды, мстя за мелкие обиды, Рим будет оставаться немощным. Давайте на время отодвинем личные амбиции. Пусть нами руководит лишь одно чувство – любовь к Риму. Давайте объединим усилия и станем мощью до силы неведомой миру. Я предлагаю позволить человеку, одному человеку, вывести нас из темноты. Я предлагаю Помпеи. Кто согласен? Отец, можно нам войти? Ты ведь разрешил? Там нет ничего интересного, лишь старые и скучные сенаторы. А консул там? Вот наш консул. А это кто? Моя дочь Юлия и Аполлоний. Мудрость нашего дома. Юлия, твой отец только что доказал нам, что однажды займет мое место. Но не думай, что это так уж весело. За ним повсюду будут следовать эти люди. Ужасно глупо смотрится. Увидимся, когда я вернусь. С триумфом. Аполлоний говорит, что когда мы умираем, душа отправляется в место полное совершенство. Если это постель, то она совершенна. Если круг, то он идеален. Прошло несколько лет. Марк! Юлия! Идем. Юлия, вот это да! Брут, очни же и скажи Юлии, что она восхитительна. Очень красиво. Нравится? Принарядились к возвращению Помпея? Аполлоний вернулся? Я надеялся побеседовать с ним о Платоне. Наверняка он сбежал с восставшими рабами. Но эти восставшие рабы не такие, как Аполлоний. Они не образованы, к ним не так хорошо относятся хозяева. У нас был повар, Мавр. Он сбежал месяц назад. Говорят, он подался к восставшим, и его сделали начальником. Представьте, из повара в начальники. Вы говорите так, будто это игра. Неправда. Подумайте, три четверти населения Рима составляют рабы. То если все они взбунтуются, это будет конец Рима. Рим должен действовать. Действовать. О чем ты? О Помпее. Возвращаясь в Рим, Помпей разбил двухтысячный отряд. Кто пойдет со мной? Неужели никто из вас не хочет присоединиться к консулу? Нет, отец, спасибо. Вокруг тебя вечные телекторы. Возвращается Помпей. Величайший полководец. Мы хотим бежать за ним. Идите, веселитесь. Ну, пошли. Спасибо, консул. Брут. Ты не пойдешь с ними? Я хотел вернуть это Аполлонию. Законы Платона. Прочитал? Да. И? Платон считает, что идея демократии обречена. Во главе государства должен стоять диктатор, умудренный опытом и знаниями. Не говоря об этом Катону, ему это не понравится. Брут. Идем скорее. Беги, догоняй остальных. Иначе тебе придется идти со мной. Увидимся на церемонии. До свидания, отец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Благодарю тебя. Позволь теперь мне самой позаботиться о сыне. А кто эти люди? Пленные Пираты Пираты и рабы Восставшие рабы Аполлоний Аполлоний Мерзкие бунтари Аполлоний Консул Консул Назад Поставь ее Говори Треди пленных, мой друг Я прошу тебя его освободить Но кто ты, чтобы просить о такой милости? Я Юлия Дочь Гая Юлия Цезаря Дочь Консула Они выступили против Рима Они наши враги И будут распяты завтра Аполлоний был моим учителем Он не враг Риму Всему хорошему, что есть во мне Я научилась от него Помилуй его Ради меня Пожалуйста Считай, что твоя просьба выполнена Отведите ее в темницу Отпустите раба Аполлония Под опеку его законных владельцев Слушаюсь Спасибо Консул Спасибо Аполлоний Я пришла забрать тебя домой Я не пойду с тобой Я останусь Тебя распнут Я знаю Ты превратилась в прекрасную женщину Ты умна В тебе есть все то, что делает римлян великой нацией Но я не римлянин, Юлия Я раб Ты больше не раб Ты свободен Я отпускаю тебя Я отпускаю тебя Свободу нельзя подарить Ее нужно завоевать Я должна была освободить тебя гораздо раньше Я должна была попросить отца Он бы не отказал Но я не думала, что в этом есть нужда Ты и так был свободен Я думала, ты счастлив Аполлоний Прости Я был счастлив Но теперь для меня важнее несчастье А что же? Достоинство Вы были добры ко мне Вы были моей семьей Но теперь моя семья – они Мы оба знаем, что мы разные Мое место там, с ними Однажды ты поймешь, моя милая Юлия Прощай Мама Отдыхай Со мной что-то случилось, дам Это не дух только и всего Твой отец тоже страдал от припадков И дожил до глубоких сидений Я не о том Перед тем, как это случилось, я смотрел на Помпея Он всегда был моим другом Мы говорим на равных, как братья И при этом мы такие разные Помпей – великий полководец Его провинции сделали его самым богатым и могущественным человеком в Риме Твой отец хотел, чтобы ты стал политиком Ты стал консулом Об этом он и не мечтал Мне нужна армия Чтобы стать Помпеем А как ты собираешься кормить армию? Пост консула стоил нам целого состояния Я нищий консул Сегодняшний приступ был сильнее обычного Он был не только сильнее, мама Он был не такой, как обычно То есть? Я что-то видел Я увидел нечто не только о себе самом Но и обо всем человечестве О том, что мешает нам Возвеличиться И я понял Я не испытал озарения Я смотрел на Помпея и видел, что озарения не было и у него И никогда не будет И я понял разницу между Помпеем и мной Помпей был лишь орудием А у меня великое предназначение Мне нужны легионы Они есть у Помпеи Я попрошу его отдать их мне на время Зачем ему лишать самого себя силы? И что ты можешь предложить взамен столь же ценное? Юлия, мне жаль, что так случилось Я тоже был к нему привязан Мы доверяем мудрости предков Их законам И я, Катон, верю в него Абе Помпей Ты льстишь мне, Катон Но мы сдадим должное и еще одному человеку Я не мог бы воевать на чужбине, если бы не знал, что Рим в надежных руках И за это мы должны поблагодарить Моего друга, консула Гая Юлия Цезаря А вы, Цезарь Это моя дочь Юлия Я знаю, мы встречались Окажи честь моему дому, прости что-нибудь Здесь так много людей Ты не раз читала на публике Отец, уверяю, я не готова Пойдем Дочь Цезаря Продекламирует нам стих Встанем же рядом Вославим же вместе Того, кто столь дорог и мне, и богам Победе величавее Меккенских царей Что мчатся На златогривых конях В войне беспощаднее призраков Павших, что тенью скользят Вдоль берега Трои Услышьте меня Сыны дерзновенных Я воспеваю победу Того, кто столь дорог и мне, и богам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если, конечно, найду Ты очень добр, консул Как твое имя? Кальпурния Из какого ты дома? Луцио Пизо Прости, что разглядывал тебя, но мне показалось, что мы уже встречались Раздели со мной мою трапезу С радостью Кальпурния Кальпурния Да Я была с ним до рассвета Мы пили, ели, развлекались Я ему не безразлична Он вдвое старше тебя И он твой друг Ты не забыл? Да, он мой друг Я лишь хочу быть уверен, что он относится к тебе с должным уважением Он нравится мне Правда Я не люблю его Пока Но, возможно, это придет Почему ты недоволен? Он консул Он первый человек в Риме У него есть легионы Ее цена высока Цена? Обычно отец дает с дочерью преданное Ты же знаешь, мне нечего отдать Согласен Мне нужен военный поход Куда? В Галию В Галию? Нельзя Туда идет Кассий Мне нужна победа У тебя нет опыта в военном деле И тебе нужны легионы Твои легионы Они единственные, что у меня есть Я хочу за нее Пятьдесят тысяч Талантов? Легионеров Как ты мог? Как ты мог отобрать у меня поход? Я думаю, в Галию должен идти Цезарь Но я вложил немало средств в подготовку войск Тебе их возместят Но я предлагаю тебе возглавить крепость Крепость? Так нельзя, Помпей Ты даже не обсудил это с Сенатом Ты принял решение Давайте не будем говорить о делах на моей свадьбе Это приносит несчастье Я должна признаться В чем? Мы действительно виделись раньше Вернее Я видела тебя А ты меня нет Я была на очистывании Помпея Ты им Упал Никто не видел кроме меня Я держала тебя, чтобы ты не поранился Спасибо Это мой позор Я не могу предугадать, когда это случится снова Многие верят, что этот недуг священный Благословение богов Возможно Каким, по-твоему, был бы ребенок похожий на нас обоих? Думаю, он был бы красив Правда А ты хотел бы это проверить? Да Уверен Больше чем в том, что меня зовут Цезарь Я плохая хозяйка У нас есть слуги Я не люблю пире и рано ухожу спать Я буду ходить вслед за тобой Цезарь Ты должен мне пообещать Все что угодно Возвращайся живым с войны Обещаю И поскорее Это уже второе обещание И с победой Это уже третье Теперь твоя очередь обещать Стань моей женой Прежде чем я Уйду в поход Нет Граница с Галей, пятьдесят восьмой год до Рождества Христова Граница с Галейцарем Магланд Такая жизнь Тепя Тепя КОНЕЦ Сколько убито? Около 23 тысяч кельтов. А римлян? 112. Я велел подготовить их к погребению в Рим. Мы не идем в Рим. Мы идем на север. Туда простирается Римская империя. Пусть пока она и не носит этого имени. Римляне приближаются! Мы должны велеть Цезарю вернуться. То, что я дал Цезарю, я отнимать не стану. Постой! Опустите мечи. Зачем вы пришли? Это наша земля. Вы не имеете на нее права. Назови свое имя. Версенгетерик. Ты остался сражаться в одиночку. Это мой дом. Я построил его собственными руками. А вы его сожгли. Я тебя отпускаю. Дай мне лошадь. Вы слышали? Дайте ему лошадь. Дайте ему лошадь. Цезарь, народ говорит о тебе с восхищением Некоторые зовут тебя великим, как Помпея Иногда, когда я прохожу по рынку, люди мне кланяются Тебе приятно будет узнать, что то, что было в начале браком по расчету, переросло в настоящее чувство Видеть Юлию и Помпея мне одновременно и сладостно и горько Ибо тебя со мной нет Я горда тем, что стала твоей женой, Цезарь Но после столь долгой разлуги, я почти привыкла к одиночеству Возвращайся домой, любимый Я буду ждать Цезарь убил 300 тысяч кальтов Он напал на мирные деревни Деревни, которые платят налоги Риму Этого нельзя терпеть Так-то ты готов отблагодарить великого полководца? Цезарь прислал в Рим 100 тысяч рабов Разве ты не взял ни одного из них? Если бы он их не прислал, я бы купил их в другом месте Помпей, напрасно ты так беспечен Цезаря нет уже три года, он воюет с твоими легионами Поговаривают Он удвоил их жалований Господа, Цезарь сказал очень мудро Напрягай каждый нерв для сохранения государства Наблюдай за всеми частями света в ожидании шторма Если не заметишь его вовремя, он обрушится на твою голову нежданно Я его знаю О ком ты? О нём О Марк Антони? Да Он бежит от своих кредиторов в Риме искать богатство в провинциях Как и все мы Только не я Я сражаюсь во славу Рима Все На кавалерию напали Кто? Гальские племена 14 тысяч погибло 14 тысяч? Раненых ещё больше У Галов появился полководец Кто? Его зовут Верцингетерик Где мы можем его найти? В Олезии Сколько займёт поход? Восемь дней У Верцингетерика 18 тысяч вайнов Это самая неприступная крепость в Галлии Нам не проникнуть внутрь Нам это и не нужно Мы построим стену вокруг города И они умрут голодной смертью Никто никогда ещё не строил столь крупных укреплений Значит, мы будем первыми И станем тратить времени К Помпею Дворец Помпея в Пизе Катон Помпей Юлия Что привело тебя в Пизу? Я прибыл поговорить с тобой Твоё отсутствие в Сенате вызывает Недовольство Как видишь, жене я нужен здесь Мы можем поговорить наедине В чём дело, Катон? Собирался позлословить в адрес отца? Садись, Катон Спасибо Сезарь осадил последнюю цитатальгалии Верцингетерик созвал все племена От гор до моря Они движутся к Алязии И сколько их? 250 тысяч А у Цезаря? 40 тысяч Он выживет Он столько лет воевал Он никогда не воевал против столь громадной армии Это правда? Сезарь не выстоит? Исход войны предугадать невозможно Ты консул Помпей Сделай что-нибудь Если он выиграет это сражение Он станет новым Суллой Ты это хотел сказать? Останови, пока он не стал новым Суллой Чего ты боишься, Катон? Ты сам сказал, у него нет шансов выстоять против Галлов Зачем отзывать его? Пусть найдет свою смерть в бою Так твой новый Сулла Уничтожит себя сам Ты ждешь поражения моего мужа И ты тоже Возлюбленная Кальпурния Я делаю все, что в моей власти, чтобы вернуться к тебе невредимым Как ищут Ты верно слышал, что мы построили стену, чтобы взять Алезию и Измором Но вряд ли тебе известно, что мы построили и вторую стену, чтобы на помощь городу не пришли соплеменники Я пишу это, дабы уверить тебя Пусть врагов в 10 раз больше, победа будет за нами Ибо в войне главное не число, а видение Я же отчетливо вижу Своё возвращение к тебе, любовь моя И не просто возвращение, но возвращение с победой, как я и обещал Когда мои люди устают, я не всегда могу позволить им отдых Когда они голодные, я не всегда могу их накормить Но когда они теряют видение, я могу разделить с ними своё И чем больше я отдаю, тем больше у меня остаётся Потребуется 30 дней, чтобы собрать все племена Сколько у нас запасов? Зерна хватит на 27 дней Растянем на 35 Уменьшим порции Пусть всё зерно перенесут в хранилище Под страхом смерти никто не должен есть больше положенного Когда к нам присоединятся наши сородичи, галлов Станет в 5 раз больше римлян Если удача улыбнётся Мы навсегда изгоним римлян из Галии Если нет Станем их рабами По вечерам мы отдыхаем Рассказываем истории о городе, о своих семьях Или же просто молчим, сбрасывая напряжение дневных трудов Работа тяжёлая Но ещё тяжелее ждать Ожидание самое трудное на войне Возлюбленная моя жена Многих из нас обрадовал бы боевой клич Раздавшийся в этой мёртвой тиши Сражаясь с врагом, убеждаешься в своей силе Война же с собственными умыслами обречена на поражение Смотря на Олезию, я порой думаю, что иметь настоящего врага – это благословение Они такие же, как мы Они так же бесстрашны, как мы Они так же, как мы, умирают Наши собратья должны уже были появиться Если они не придут, придётся драться одним У нас слишком мало людей Я думаю, мы должны стать рабами римлян Если мы умрём, с нами умрут и наши боги Если же мы будем жить в рабстве Неважно Пока мы живы, мы можем продолжать служить нашим богам Мы сохраним их для наших детей Ты думаешь, боги хотят, чтобы им поклонялись рабы? Если нам нечего есть, мы должны поступить так Как поступали наши предки Мы съедим старых и немощных, чтобы выжить Потом ты предложишь съесть наших детей и жён Мы не будем есть собственных братьев Пищи хватит ещё на несколько дней Если кормить только мужчин Есть лишь один способ одолеть римлян Мы ослабим их Мы отдадим им Наших женщин и детей И еды хватит ещё на несколько дней Если женщины и дети уйдут к ним в рабство Римлянам придётся их кормить Это истощит их запасы Мы должны проститься с семьями И сделать это надо сегодня И что бы ни случилось Мы запрём за ними ворота навсегда От этого зависит наша жизнь И это наша жертва богам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Откройте ворота, римляне Умоляем Откройте ворота Цезарь Цезарь Великий Цезарь Пощади нас Пусти нас, Цезарь Помоги нам Откройте людей Откройте людей к воротам Запереть ворота И удвоить охрану Цезарь 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 Откройте выжить врагу Откройте их обратно В Олесье Возвращайтесь домой Уходите Цезарь 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Неприятелю ворот! Он попытается заставить нас убрать войска отсюда. Откуда ты знаешь? Я сам бы сделал именно так. Я буду ждать его здесь. Его люди слишком услышаны, чтобы нападать со стороны ворот. Он направит кавалерию сюда, а его союзники нападут с внешней стороны. Нельзя позволить им соединиться. Иначе нам конец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 С глубокой печалью пишу я тебе это послание, возлюбленный муж мой. Твоя Юлия разрешилась от бремени преждевременно и страдала от боли. Врачи старались облегчить ее мути. На свет родился мальчик, но он был слаб. Врачи не смогли его спасти. Он был похож на тебя. В его чертах было благородство. Твоя дочь пыталась пережить трагические роды, но не смогла. Помпей оставил сенат предпочти одиночества. Он вновь и вновь приходит на кладбище, принося свежие цветы на ее могилу. Утром мы возьмем Олезию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирюки Субтитры создавал DimaTorzok Откроете ворота. КОНЕЦ КОНЕЦ Я знаю, у тебя есть лишь один враг, и он стоит перед тобой. Я сдаюсь тебе, Цезарь. Наши женщины умирали ради нас. Я отдаю тебе свою жизнь, чтобы ты пощадил моих людей. Если мой народ погибнет, от галлов ничего не останется. Некому будет поклоняться нашим богам. Умоляю, возьми мой народ в рабство, но оставь его жить. Прошу тебя. Твой народ будет жить. Возлюбленная моя жена, придется подождать еще немного, пока мы не можем быть вместе. В Риме нас объявили преступниками. Я отправил Марка Антониа говорить с сенатом от моего имени. Никто еще с армией, подобной моей, не входил в Рим с мира. Следовательно, я тоже планирую захват. Я несу в Рим не раздор, а победу. А уж этого сенат не потерпит. Совсем недавно Сулла привел в Рим войска, нарушив священный римский закон, запрещающий армии пересекать Рубикон. Неужели, былые кровопролития ничему нас не научили? Сезарь сделал для Рима больше, чем кто-либо другой. И чем вы отплатили? Отняли титул консула без объяснений. Он вдвое увеличил территорию империи, а вы просите его сложить оружие. Преступник вовсе не Цезарь. Преступники – Сенат. Сенат представляет народ. Сенат защищает свои интересы. Сулла говорил то же самое. Значит, Сулла был прав. Но разница между Суллой и Цезарем очевидна. Суллу народ боялся. Цезаря же он любит. Как мало ты знаешь о чувствах народа. Ты прав. Спросим же его. Народ Рима! Цезарь хочет задать вам вопрос. Ему важно ваше мнение. Он хочет, чтобы вы высказали его. Сенат утверждает, будто представляет народ. Но Сенат хочет, чтобы Цезарь сложил оружие и вернулся в Рим. Не как полководец, а как простой гражданин. Когда же он вернется, Сенат обвинит его в преступлениях против государства. Преступление Цезаря в том, что восемь лет он провел в сражениях и походах, лишая себя всех радостей жизни, подвергаясь опасности. Зачем? Чтобы сделать лучше жизнь римского народа. Храмы, библиотеки, праздники и состязания оплачиваются на средства, приходящие из Галии. Но что думают сенаторы? Что Цезарь преследовал личные цели. Я спрашиваю вас. Если он преследовал личные цели, почему он до сих пор в Галии? Почему живет в палатке? Я вам отвечу. Он делает это для того, чтобы мы жили лучше. Надо что-то делать. Большинство сенаторов и все длеты никогда не сидели. И что бы они ни думали, я не видел человека более беспощадного к врагам Рима и более великодушного к друзьям. Когда я называю себя римлянином, меня переполняет гордость за то, что также называет себя и другой человек. Тот, с кем мне выпала честь сражаться плечом к плечу. Тот, кто не раз доказывал, что ценит свою жизнь меньше, чем вашу. Его имя — Гай Юлий Цезарь. Цезарь! Назарь! 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 Надо что-то делать, Помпей. Со дня на день Сазарь войдет в Рим. Я не буду ждать, пока он сам придет. Я собираю войска. Мы нападем первыми. Я сотру его армию с лица земли. У нас есть два выхода. Либо нас уничтожит армия Помпея, либо мы будем сражаться за свою жизнь. Как делали это последние восемь лет. Я принял решение. Я направляюсь в Рим. Я перейду Рубикон. Кто пойдет со мной? В Рим! Жребий брошен! Мои испанские легионы придут в остею с запада. С юга подойдут фракейцы. С востока – Македон. Сазарь приближается к Риму. Как далеко он? В двух днях пути. Это невозможно. Мне так сказал Биббул. Сазарь перешел Рубикон. Нам придется покинуть Рим. Без войск мы не можем его защитить. Мы направимся в Грецию. И силы соберем там. А потом мы возьмем его прямо в Риме. Надеюсь, что мы не опоздаем и не обнаружим по возвращении тел друзей на пороге Сената. Цезарь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новый Сенат Остановил датитл диктатора Гаю Юлию Цезарю Сенат решил провести 50-дневный благодарственный молебен в его честь Его распоряжение отдано казна, и сам он избран консулом пожизненно Ага, Цезарь! Вы обращаетесь со мной как с царем Но уверяю, этот титул я не приму никогда Я Цезарь и только Цезарь Я завывал Гарри лишь ради этой короны Цезарь! 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 Бойся мартовских ид! Бойся мартовских ид! Бойся! Бойся мартовских ид! Бойся мартовских ид! Бойся мартовских ид! Продолжение следует... Продолжение следует... Как тебе удалось сохранить уверенность? Когда я впервые увидел тебя в твоей деревне, в твоих глазах была решимость. И она никуда не исчезла. Расскажи, как тебе это удалось? Ты хочешь знать? Да. Я сражаюсь только с врагами. Ты думаешь, мы похожи? Поэтому тебе больно видеть, как я умираю. Но мы очень разные. Я знаю, когда пора остановиться. Когда то, что осталось у врага, не стоит отбирать. Отбирать. Откажи мне честь. Позволь умереть одному. От собственной руки. Я не хочу быть частью спектакля на потиху римской толпе. Я должен делать то, чего хочет народ. У меня нет выбора. Я думал, власть дает право выбора, а не отбирает. Прислушайся, слышишь? Я больше не слышу ничего, кроме голосов наших женщин и детей в Алязии. Я слышу их во сне. Слышу. Наяву. Я прошу тебя, дай мне меч. Я прошу тебя, дай мне меч. КОНЕЦ КОНЕЦ Ава-Цезарь! Ава-Цезарь! Ваши ряды поредели. К вам присоединятся мои люди. Как мы объясним народу то, что эти люди стали сенаторами? Их не выбирали. Закон изменился. И помните, народ мне доверяет. К вам присоединятся 550 моих лучших людей. Я провел с ними в Галии 8 лет. Я должен отправиться в Форсаль, чтобы сразиться с Помпеем. Я оставляю Рим в надежных руках Марка Антонио. Наше мнение тебя не интересует. Не хочу отвлекать вас по пустякам. Обсуждайте вопросы государственного значения. Ждете черных списков? Их не будет. Соло убил своих врагов. Я о своих прощаю. Всего хорошего. Лагерь Помпея. Форсаль. 48-й год до Рождества Христова. Уходили в спешке. Форсаль. 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 Аттенди, Цезарь! Аттенди, Цезарь! Я перешел Рубикон не для того, чтобы убивать старых друзей, а лишь чтобы защитить себя от врагов. Надеюсь, безопасность нам даст милосердие, а не мстительность. Вы все свободны. Мы обязаны жизнью Цезарю. Ты что-то сказал? Мне послышалось. Я благодарен за твою снисходительность. Брут, пойдем поужинам. Цезарь, помирись с Помпеем. Долгие годы он верил, что вы снова будете вместе править Римом и... Что и? И объединит вас, Юлия. Он терпел меня лишь из любви к Юлии. Он любил Юлию, потому что видел в ней тебя. Помпей говорил мне, что смерть Юлии стала страшным ударом. А конец вашей дружбы станет и его концом. Я помирюсь с ним, если он сам хочет мира. Я желаю принести в Рим спокойствие. Люди довольно воевали. Ты мне поможешь? Чем я могу тебе помочь? Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим и стал моим претером. Если ты хочешь мира, я почту за честь служить тебе. Помпей направился в Египет. Царь Египта умер, оставив 12-летнего мальчика и 18-летнюю девушку с ссориться из-за трона. Птолемея и Клеопатру? Не знаю, кого из них опасаться больше. Помоги подготовить корабли. Я отправлюсь за ним утром. Не нужно брать с собой войска. Помпей отправился в Египет один. Его войска отправились в Утику. С твоим дядей Катоном? Да. Поверь мне, Брут. Тот, кто хочет мира, его получит. Александрия, Египет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Это кольцо Помпея... Где он? Продолжение следует... 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 Как Помпея. Поэтому ты переоделась служанкой, Клеопатра. Я пришла к тебе, Цезарь, ибо ты единственный, кому я доверяю. Почему Паттини хочет тебя убить? Отец хотел, чтобы страной правила я, так сказано в завещании. Паттини назначил цену за мою голову. Любая служанка может меня убить и получить награду. Цезарь, мы с тобой похожи. Ты – сын Венеры. Я – дочь Исиды. Мы божественны. Мы должны помогать друг другу. Ты пытаешься меня соблазнить? Я не пытаюсь. Я либо соблазняю, либо нет. Мне не нужно соблазнять тебя своим телом. У меня есть кое-что получше. Моя страна. Богатейший край мира. Египет и Рим не похожи. Рим – мужчина. Египет – женщина. Рим – свет. Египет – сумерки. Египет не часть Рима. Пока. Сделай меня царицей. И Восток и Запад объединятся. Бог и Богиня смогут править миром. Богиня смогут править миром. Ты целуешь меня, но у тебя змеиный язык. Хотела попробовать. Вдруг ты отравлен. Ну и как? Нет, но я чувствую вкус Галии. Ты останешься со мной в Египте? Что такого есть в Египте, чего нет в Риме? Ты слышал о благодатном полумесяце? Это такое место, где-то там? Верно, верно. Но что там растет? Полагаю, это место достаточно плодовито, чтобы вырастить царя. Если сомневаешься, брось семя. Обещай мне, когда вернешься в Рим, ты не будешь мне изменять. Никогда. Но я женат. Я и так изменяю. С тобой. Уйдем отсюда. Что такое верность в браке по сравнению с верностью в политике? В браке ты отдаешь свое сердце. В политике все остальное. Ты думаешь, ее влияние идет во вред? Она амбициозна, как никто другой. И способна на все для достижения цели. Говорят, она ведьма. Вы слишком долго скрывались восьми. Пожелает Сезарь стать царем. Ты бы ему помешал? Ему не нужна корона. Но все же... Конечно, я сделаю все, чтобы в Риме больше не было царей. По крайней мере, со смертью Суллы закончилась его тирания. Власть же царя передается по наследству от отца к сыну. Наши предки слишком хорошо знали, чем это грозит. И твои предки боролись за то, чтобы изгнать царей. Они ни перед чем не останавливались, лишь бы освободить Рим. Я тоже. Это мы и надеялись услышать от тебя. Так это лишь догадка? Я ни от кого об этом не слышал, кроме вас. Все говорят об этом, Брут. Говорят, между ним и короной стоит теперь лишь твой дядя, Катон. Цезарь обещал не трогать Катона. По-твоему, Цезарь не способен нарушить обещания? И стоит ли его испытывать в таком важном вопросе? Если Катон умрет, и Цезарь захочет заполучить корону, я первым попытаюсь ему воспрепятствовать. Но я не стану ничего делать, пока не будет доказательств. Крепость Катона, Северная Африка, 46-й год до Рождества Христова. Скорее! Скорее сюда! Скорее сюда! Отец! Где мой меч? Я его убрал. Зачем? Ты говорил, что если Цезарь выиграть сражение, ты можешь... Мой собственный сын хочет отдать меня безоружным в руки врага? Твой сын хочет, чтобы ты жил. И ты прячешь мой меч, чтобы у меня не было выбора? Неужели я сошел с ума? И поэтому ты отбираешь у меня шанс защитить себя? Я отец тебе. Или сын? Может, свяжешь мне руки, чтобы я оказался полностью беззащитен? Субтитры создавал DimaTorzok, чего я знаю? Что это нам practice? КОНЕЦ 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 Мы погребем его с почести. Я сам его похороню. Позволь государству отметить его заслуги. К какому государству? Риму? Риму Цезаря? Принять почести от тебя значит очернить свое имя. От имени своего отца и своей семьи я отказываюсь. Отказываюсь. Ты прошу тебя покинуть зал. Мы должны говорить о Котоне как о Боге. Он убил себя, чтобы не оказаться в руках недостойного Цезаря. Чем выше вознесется имя Котона, тем ниже падет имя Цезаря. Но нельзя, чтобы думали, будто мы ищем помощь. Да. Навязывать людям свои мысли – большое искусство. Наиболее решительно человек действует тогда, когда считает, что решение принял сам. Вот почему нам нужен Брут. Есть лишь один человек, который может после кровопролития выйти к людям и заставить их выслушать его. А что, если он не пойдет с нами? Думаю, я знаю, как уговорить Брута. И мне понадобится ваша помощь. На свете нет другого такого места, как мой дом. Кальпурния. Ты не поприветствуешь мужа поцелуем? Пусть они уйдут. Так-то ты встречаешь мужа после долгого похода. Как ты мог привезти ее в Рим? Я делаю это ради государства. Клеопатра правит значительной частью Африки. И всеми вами. Мной никто не правит, Кальпурния. Ни Клеопатра, ни даже ты. Я лишь прошу тебя о любви, которую ты мне обещала, когда стала моей женой. Ты ее не получишь. Ты можешь требовать послушания, верности. Но любить того, кто меня обесчестил, я не могу. Тебя никто не может обесчестить. Ты прав. Я сделала это сама. Выйди за тебя замуж. Ты вышла замуж удачно. Ты же на Цезаря. Надо было выходить за кого угодно, только не за Цезаря. Это был бы хороший брак. Мне не нужно было бы наблюдать, как муж каждую ночь трудится в Египте, чтобы потом богатств, текущих оттуда в Рим, не ослабевал. Еще неизвестно, кто из вас наложенец, ты или Клеопатра. Где твоя гордость? Не переходи границ. У меня не осталась гордости. Может, стоит ее прикупить? Пора бы мне научиться, подобно тебе, покупать ее и продавать. Какова ее цена? Сколько стоит консул? А сколько за императора? Когда мечта принести народу свет превратилась в жажду власти? Когда умерла Юлия? Мне некуда идти, и я останусь здесь. Но мы больше не будем жить вместе, как муж и жена. Да простят меня боги за то, что нарушаю брачную клятву. И пусть простят они тебя за то, что ты ее преступил. Ты ранняя пташка, Брут. И ты тоже. В последнее время, да. Не мог заснуть, тревоживаясь о твоем добром имени. Ты знаешь что-нибудь об этом? Мне знаком почерк, но не спрашивай меня, кто они. В столь неспокойные времена взгляды быстро меняются. Я не хочу, чтобы ты вечно в них сомневался. Брут, я сделал все, чтобы убедить их, что ты человек чести, хоть ты и не обещаешь помешать Цезарю стать царем. Я обещал противостоять ему в Сенате. Но многие считают, что противостоять такому, как Цезарь, лишь на словах, все равно, что лично вручить ему корону. Я прибегаю сначала к словам, а потом к мечу. И руководствуюсь сначала разумом, а потом чувствами. Говорят, попытка заменить разумом чувства приводит к праздности. Иногда действовать необходимо. Ты честный человек. Ты считаешь, что твоя мягкость и кротость стоят на страже добра. Я вовсе не кроток, когда защищаю свои убеждения. Но ты не дал мне доказательств того, что Цезарь захочет получить корону. Ты будешь в Сенате в мартовские календы? Нет, я буду здесь. Говорят, именно тогда Цезарь потребует корону. Я приду, если за мной пошлют. То-то и оно. Народ говорит, приходить, лишь когда тебя вызывают, это слабость. А принимать покровительство тирана, такого как Цезарь, он пощадил мою жизнь. И это брал жизнь Катона, отца твоей жены, который любил тебя как сына. Она уже сняла траур? Нет. И я тоже. Так ты скорбишь о смерти Катона? Касси, я скорблю, но личные чувства и общественный долг – это не одно и то же. Да, но мне говорили, что в своем горе ты лишь льешь слезы и молишься богам, наполняешь жене кубок и отправляешься спать. А когда приходит Цезарь, ты, как мальчишка, наполняешь кубок и ему. Кто это говорит? Кто? Я не служу Цезарю. Я служу Риму. И только Риму. Я сделал все, чтобы убедить их, что ты человек действия и любишь Рим. Я не раз выступал в твою защиту, восхвалял тебя и обвинял тех, кто злословит в твой адрес. Но у людей есть идеалы. Они высокого мнения о твоих предках, которые знали царей из Рима. Они не понимают, что они тоже были людьми, а не богами. Иди домой. Я останусь. Зачем мучить себя? Я не буду мучиться. А он? Может, ты поэтому хочешь, чтобы я ушла? Так было бы лучше для всех. Я не верю, что ты или кто-то еще может знать, как лучше для всех. Я займу свое место. У женщины есть право видеть соперницу, не так ли? Кальпурния. Порция. Римляне, мы собрались, чтобы отпраздновать возвращение Цезаря. Но Богом привез не только царицу Клеопатру, но и сам Египет. Ибо Цезарю удалось его преобразовать. Египет – богатейшая страна мира. Но теперь это не просто Египет. Это Египет и Рим. Цезарь. Цезарь. Я уже говорил, и повторю, что не стану царем Рима. Я всего лишь Цезарь. Мне не нужна корона, чтобы действовать вам на благо. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Делай то, что можешь, и не верь богам. Я с тобой. Уже скоро. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Я приду к тебе позже. А вот цезарь, а вот цезарь. Порция, мне сегодня не хочется быть одной. Присядь. Принеси вина. Да, выпьем вина. Что у нас сегодня? Обсуждение двух законов, выборы Квестера и прошения Сената. Начнем с выборов. Выборы. Я предлагаю начать с прошений. Я сказал, начнем с выборов. Но Марк Октавий, претендент, еще не пришел. Тогда начнем с прошений. Подойдите. Я рада, что сегодня рядом с цезарем, Брут. Почему? Во сне я видела, что цезаря зарезали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...